здравствуйте ребята это выдержка выдержка но очень важно есть моменты в языке программирования при этом не важно каком сколько вы не изучали писать не начнете и в принципе все очень просто это вот здесь стоял вопрос да я буду вам только задавать вопросы простой вопрос типа операции которые поддерживает класс я скажу их всего две при этом если посмотреть на этот код не важно чей он какой он здесь видно что человек не понимает эти типы операции просто я человек в данном случае собрал все что знал будем говорить так что создание экземпляра он угадал но здесь же вопрос не в том что создается экземпляр а каким образом он создается и это работает любом языке теперь просто секунду посмотрите на это описание подумайте вот в чем разница между вот этими описаниями и вот этим описанием в данном случае человек прекрасно пишет да то есть как сочинение и прекрасно понимаешь что делает а вот когда человек примерно понимает разницу это я не скажу сейчас но я скажу выводы данном случае можно сделать следующие выводы типа человек не понимает что такое объект не понимает что такое объект именно из чего он состоит дальше если взять например есть тип изменяя не изменяемые тоже здесь это скрывается спокойно писать не получится а всего лишь надо было разобраться в одном моменте просто есть вещи в языке которые нужно придерживаться точности например если мы откроем учебник который когда-то был написан гвидовом росумом да то здесь мы легко найдем ответ это я вам кому интересно подсказку даю да здесь четко написано класс поддерживает два типа операций и как правило почему этот вопрос возникает почему потому что начинают изучать классы чего-нибудь общего самое интересное в жизни человек мы поступаем совсем по-другому для того чтобы кушать человек берет тарелку но никак не кирпич потому что он четко понимаешь что тарелка имеет назначение для него до что в нее можно наложить там гарнир налить суп первое второе грубо говоря он не берет кирпич потому что у него автоматически ставится вопрос если я хочу кушать значит мне нужна тарелка чтобы налить туда то что покушать а вот пришли в язык мы это правило забыли можно примерно ну положили покушали с кирпича но ничего страшного вот это незнание вот дальше можно прыгать что хочешь делать хоть на голове стой но гарантированно человек не начнет писать пока не поймет простую вещь пока не ответить на этот вопрос потому что как мы можем изучать классы если мы не знаем что с ними можно вообще делать то что все знают наследование так этому надо уделить одну минуту времени много там ума не надо вопрос то что нужно нужно делать с классами и дальше все получается совершенно интересная картина почему-то одни пишут и понимают вторые не пишут потому что в языке есть такие моменты которые не надо учить но которые надо понять и самое интересное для того чтобы писать в языке программирования надо знать вещей меньше чем на руках пальцев их всегда меньше десяти то есть на пальцах пересчитать либо мы копируем и пытаемся чего-то там где-то понять либо мы раз разобрались открываем любой код и читаем мне ко мне на последнее время последние уже полгода приходят люди которые пишут да ну как правило всегда формулировки одни и те же примерно такие у меня до сих пор присутствует понимание что ну я не знаю зачем пишу код допишу на автомате вот вот типичный код где ни одного слова не сказано верно да угадано что класс поддерживает такой тип как экземпляр но каким образом мифическим что ли и дальше пошел перекос на чтение кода все пошло все выпадать учи не учи понимание нет то есть положение кирпич и пытаемся в него налить суп ну вроде же это тоже предмет нет ребята так не бывает в языке есть вещи которые надо понимать четко от коту а и на должна быть почва от чего отсчет посмотрите на другой кусок описание разницу видите я не подскажу что моя задача чтобы вы поняли что для того чтобы начать писать есть вещей меньше чем руках на пальцах независимости от языка независимости от кода их немного все что есть классах переносится на функции все полностью будет работать также но когда эти вещи начинают выпадать то есть выпадают из нашего поля зрения значит мы не можем прочитать код правильно значит мы не можем размышлять правильно просто это не получится потому что мы у нас все это выпало представьте вы собрались кушать а у вас выпало что надо кушать вообще тарелки и с ложкой много наедите а там то и дело зачастую большинства людей язык льется вот так вот пошел лица язык подряд как книжку читаю читаю читать что чего мы читаем что мы ищем я предлагаю все проще разделить надо язык всего лишь на четыре конструкции функция класс метод и экземпляр я вам больше скажу а все теперь язык всего любой причем все подобные язык у вас имеет всего вид четырех конструкций но осталось только разобраться то с простым вопросом что между эти элементы общего то что разница сама и чтобы связать все эти элементы в голове надо меньше чем пальцем на руках знать это ведь проще вы выучить согласитесь разобраться с этим и учиться ничего не надо потому что сегодня какая написал один на ютюбе парень копирование кода это тоже профессия надо уметь скопировать хотя бы на половину понять не проще ли не проще ли разделить язык всего на четыре конструкции разобраться этим конструкциям все остальное будет логическим дополнением но моя цель была еще в другом показать что есть вещи которые принципиальные очень принципиальные очень принципиальные и где точность имеет значение и одна из таких вещей типы операции поддерживаемых классов их две и они должны быть точно поняты точно осознанны точно прописаны в исходном коде любую библиотеку открывай библиотека будет делать разные вещи но со стороны кода все будет читаться одинаково не важно что интересно то напишите я дам задание и вы поймете что страдает писать будете spb-tut.ru индивидуальное обучение посмотрите очень доступно но самое главное один раз и навсегда разобраться языком программирования у меня все